На северо-западе Мексики сотни людей вышли на митинг против потока беженцев из Центральной Америки. В приграничном США городе Тихуана сейчас находятся примерно 3000 человек из того самого каравана мигрантов, который больше месяца назад вышел из Гондураса. В общей сложности в долгий и опасный путь пустились около 7 тысяч жителей Гондураса, Никарагуа, Сальвадора и Гватемалы. Они стремятся получить убежище в Соединенных Штатах. Американские пограничники на пункте пропуска в Сан-Диего способны рассматривать лишь около 100 заявлений в день. Мигранты устраиваются на ночлег в палаточных лагерях, что вызывает недовольство местных жителей. Причем угрозы нередко перерастают в насилие. Зафиксировано уже несколько случаев избиения. Дональд Трамп, а он активно педалировал тему каравана перед промежуточными выборами, чтобы сыграть на страхах республиканских избирателей, в очередной раз назвал попытку просить убежище в США вторжением, инвэйжен. Американский президент через твиттер выразил поддержку мэру Тихуана и заявил, что мигранты создают больше проблем в Мексике. Пока больше проблем в Мексике, даже чем в приграничных американских городах. «Отправляйтесь домой», — написал Трамп. Глава Белого дома также утверждает, что США плохо подготовились к вторжению, хотя ранее к границе с Мексикой были переброшены примерно 5000 военных. Между тем, 2500 иммигрантов уже попросили убежище в Мексике, а из Сальвадора в направлении Соединенных Штатов выдвинулся новый, уже четвертый по счету караван. В нем пока 150 человек. И ко мне сейчас присоединяется Гарри Книгницкий. Гарри, приветствую. Ну, во-первых, насколько я понимаю, это пока 8 тысяч военнослужащих, а будет 15. Дональд Трамп об этом говорил неоднократно, что это критически необходимо, что именно армия, вооруженные силы Соединенных Штатов должны охранять границы. Ты некоторое время назад, совсем недавно ездил в Мексику, провел там незабываемые 4 дня, видел все своими глазами. Насколько я помню, мексиканцы оказывали мигрантам тогда всяческую поддержку. И твой материал, который мы все тут наблюдали, и, надеюсь, миллионы зрителей Артериай тоже, как раз был о том, что удивительным образом мексиканцы при всех водных, при всех проблемах как раз помогают. Носят воду, сопровождают, обеспечивают безопасность. Что изменилось? Да, мы, соответственно, ничего другого и не видели, все именно так и происходило. По поводу того, что изменилось, есть две версии. В общем-то, первое, достаточно посмотреть на кадры, как себя ведут те же мигранты, потому что они буквально стали штурмовать стену, они пытались всеми возможными и невозможными способами попасть в Америку. В классическом трамповском понимании. Плюс, да, ограды, ограждения, назовем это так, ограждения так или иначе. Кроме того, были столкновения с полицией. То есть началось это все, в общем-то, с акций протеста местных жителей. Началось с того, что мигранты организовали палаточный лагерь, устроили. Местным это не очень понравилось, или, по крайней мере, понравилось не всем. Они стали мигрантов оттуда сгонять. А дальше уже просто в дело вмешивалась полиция. Вот сейчас, если мы увидим эти кадры, это была просто настоящая осада. Это были столкновения на улицах, когда полиция пытается каким-то образом блокировать, не опустить мигрантов. А флаги? Это же флаги Мексики? С той стороны, с флагами Мексики вышли как раз те, кто противостоят мигрантам. А вот сейчас мы видим, когда уже те, кто противостоят мигрантам, столкнулись с самими мигрантами. Да. Тут интересен, может быть, вот какой момент. Все-таки Тихуана, это, видимо, не Чиапас. Не тот самый бедный штат Чиапас на юго-востоке Мексики, где как раз нужны рабочие руки. И президент Мексики говорит, да, приезжайте туда, там не хватает рабочих мест. Там оказывали помощь. Рабочих рук. Рабочих рук, да. Видимо, как раз мест предостаточно. Ну и уровень доходов, конечно, там очень низкий. А в Тихуане ситуация другая. Ну и, как мы знаем от наших же экспертов, которые у нас в сквозном эфире, выступали те, кто пересекал американскую границу из Тихуаны в Сан-Диего. Они рассказывали о очень тяжелой криминальной обстановке в Тихуане, о том, как много там убивают, грабят, о том, что там продают наркотики, там процветает проституция и так далее. И вот, кстати, пункт пропуска пограничного называется Сан-Исайдро. Тот самый пункт, через который очень много и людей, и транспорта каждый день обычно переходит, вот эту самую границу из Мексики в Соединенные Штаты. Вот буквально информация последних часов о том, что США временно закрыли этот пункт пропуска, как минимум на три часа. И по информации Министерства внутренней безопасности, этот пункт пропуска закрыт до введения новых, более строгих мер. Что это за новые, более строгие меры, пока Министерство внутренней безопасности никак не поясняет. Но вот заявление Министерства внутренней безопасности говорится, что в рядах мигрантов есть опознанные, да, опознанные около 500 преступников, которые прикрываются женщинами и детьми, как, ну, живым щитом, да, вот посмотрите, вот бесправно женщины и дети. То есть, если я правильно понимаю мысль, перед нами, перед журналистами, перед телекамерами выталкиваются женщины, дети и так далее, а на самом деле там полно маньяков, убийц и преступников. Другой вопрос, что я, в общем-то, видел очень много и мужчин, и я тогда говорил в своих материалах, что основное, что в основном это как раз мужчины, там женщины и детей, это в общем не так и много. Я тоже не могу сказать, что кто-то кого-то выталкивал перед камерами, я охотно могу допустить, что, ну, допустим, да, преступники, тем более не знающие английского или делающие вид, что не знают английского, ну, не испытывали ни малейшего желания что-то рассказывать журналистам, РТВ и каких-либо других каналов. И это допускаю. Но сказать, что я видел, сталкивался с какими-то случаями насилия, я не могу. Кроме эпизода, который произошел с Семеном Лобачевым. Куда Семена Лобачева напали с ножом, напали с ножом, но тут проблема в том, что мы с Семеном так и не поняли, это все-таки были люди из каравана, все-таки это были эмигранты. Или это были местные. А по поводу местных нас предупреждали. И почему, опять же, караван? Почему люди сбиваются десятками, сотнями и дальше тысячами? Потому что это безопасно. А почему безопасно? Потому что в Мексике, в принципе, опасность. Ты вот так вот пойдешь там в пятером, в семером, ты можешь вообще никуда не дойти. Даже в пятером, в семером? Ну, конечно. Я просто некоторое время назад вместе с тобой, между прочим, рассказывала в эфире как раз с РТВА о том, что происходит, например, с ЛГБТ-группами, с беженцами, которые убегают из своих Сальвадора, там, Гватемалы, Гондураса и так далее, ровно потому, что их там притесняют по линии ЛГБТ. Их точно так же притесняли и даже хуже, например, на территории Мексики. Там были зафиксированы случаи избиений, случаи изнасилований даже, что ужасно совершенно. Все вместе, разумеется. И не сладко приходится людям, которые решились на столь тяжелый путь. Одновременно, конечно, мы подчеркиваем, что ни я, ни Гарик, ни Гницкий не знаем, каково количество криминальных элементов, есть ли там люди с криминальным прошлым, есть ли там люди, которые совершают, совершали... Они ранее некоторые были депортированы из Соединенных Штатов. Да, или планируют совершать преступления на территории США. Мы этого, конечно же, не знаем и ничего нельзя исключать. Это тоже факт. Еще вопрос, Гарри. Почему в последнее время, исходя из того, что мы рассказываем в эфире и в новостях, и ты только что упоминал, караваны из Сальвадора зачастили? То есть мы знаем о том, что... Четвертый уже. Вот сейчас пойдет четвертый. Да, уже четвертый. Причем тоже в нем 150 человек, казалось бы, не так и много, но... Не то чтобы уж караван. Да, но дело в том, что гондурасский караван, ну тот самый вот, который сейчас уже стучится в границу Соединенных Штатов, который сейчас в Тихуане, его голова достигла Тихуана, дело в том, что он тоже начинался со 150 человек. И потом собирались... Он стал пополняться, да, он стал пополняться. Поэтому, да, сколько в итоге подойдет хотя бы граница с Гватемалой и Мексикой, я уж не говорю про американскую, тоже сложно сказать. Дело в том, что в Сальвадоре ситуация с притеснениями и убийствами ничуть не лучше, ничуть не легче, не оптимистичнее, чем в Гондурасе. Гондурас до недавнего времени занимал, входил в топ-лист стран с количеством насильственных смертей на 100 тысяч жителей. Есть такой рейтинг, его Всемирная организация здравоохранения составляет. Вот в Гондурасе еще в 2012 году, в 2012 году на каждые 100 тысяч человек 90 убийств на каждые 100 тысяч человек. И в Сальвадоре ситуация не намного благополучнее. Сальвадор был на втором месте, и я там бывал в 2012 году, нам строго-настрого запретили перемещаться без охраны. Мы ездили с полицией, нас сопровождали очень недобрые взгляды, очень остороженные. И, в общем, был не по себе. И нам сказали, что, ребят, в Сальвадоре каждый день погибает 12 человек. Это статистика. Я к чему? Я могу понять, почему люди бегут из Сальвадора, я могу понять, почему они бегут из Гондураса. Но те, кто получает в итоге убежище в Мексике, вот 2-2,5 тысячи человек пытаются получить там убежище, не хотят проникнуть в Соединенные Штаты. Но дело в том, что в Мексике эта смертность тоже очень высокая. Мексика тоже входит в топ-лист стран, а не так давно, несколько лет назад, Мексика вообще была на втором месте, когда гражданская война в Сирии началась. Вот на втором месте была буквально Мексика. Там тоже не очень все благополучно. Но мексиканцы, по крайней мере, когда мы с Семеном Лобачевым были там, все-таки проявляли гостеприимство. И вот, что говорят люди, которые сейчас организуют протесты в Тихуане, вот эти вот самые организаторы митингов, один из них Фидель Гонсалес. Давай послушаем, что он говорит. Конечно. Мы требуем, чтобы иммиграция была легальной и контролировалась, и чтобы подобные кризисы разрешались не за счет нашего бюджета. Если эти люди не перейдут границу с США, нужно депортировать их отсюда как можно скорее. Южную границу Мексики необходимо закрыть, а попытки незаконного проникновения в нашу страну с юга следует воспринимать как угрозу национальной безопасности. Ну, и это то, что говорят жители Тихуана. А если иметь в виду настроение жителей других штатов, как я говорил уже, оно абсолютно другое. И что самое интересное, те мигранты, те люди, которые в караване, они все это прекрасно помнят, да, то есть добро просто так не пропадает. И вот, что говорят люди из того самого каравана. У каждого есть право протестовать, но в глубине души они знают, что мы не собираемся причинить им вред. Что бы ни случилось, мы пойдем для них на любые уступки. Мы не хотим доставить им проблем. Мы любим их. Мы благодарны мексиканцам за то, как они принимали нас по пути сюда. Они кормили нас. Как мы можем конфликтовать с ними после всего, что они для нас сделали. Поверьте, мы не хотим потерять любовь всего мексиканского народа из-за нескольких человек, выступающих против нас. Ну вот, как раз показательный был сейчас комментарий человека из этого самого каравана. Помнят доброту, конечно. Помнят добро люди. И все неоднозначно. И он как раз и говорит, что мы не хотим, оказывается, никакого сопротивления. Мы не хотим прибегать ни к какому насилию. Ну тоже, когда 7-10 тысяч человек, все по-разному. Конечно, это напряжение. Мы видели пример Европы, которая в ужасе до сих пор пребывает от притока иммигрантов с Ближнего Востока. При всем том, что наверняка очень многие люди добрые по своей сути и, наверное, готовы помогать ближнему. Но когда ты это видишь, ты боишься. Это, в общем, можно понять. Можно понять. Что ж, большое спасибо. Гарик Магницкий, корреспондент RTVI, ведущий RTVI, был с нами в студии.